Сегодня прошла встреча администрации с общественностью. Общественность очень встревожена сносом здания на Станиславского 39. Это здание является памятником войне. Это здание решено снести, и об этом узнали только недавно, потому что снесли уже несколько зданий, и кто-то посмотрел в конкурсную документацию. Оказалось, что Станиславского 39 следующий дом. Этот дом уникальный, и все это прекрасно понимают. Поднялся огромный шум, и администрация вынуждена искать какие-то варианты. И временный вариант сейчас такой, что написано заявление о признании этого дома объектом культурного наследия, и заявка будет рассматриваться в течение 90 рабочих дней. Признавать этот объект объектом культурного наследия или не признавать. Признание объектом культурного наследия может быть только всего дома. Это означает, что этот дом надо будет восстанавливать, и восстанавливать за счет собственника. Собственника у этого здания сейчас администрация города Ростова-на-Дону, но, может быть, будут искать другого собственника, у кого есть деньги и интерес к восстановлению этого здания. У администрации Ростова-на-Дону, очевидно, интереса восстанавливать это здание нет, поэтому они его хотели снести. Но это не единственная проблема. Поднималась огромная проблема сноса 200 зданий, которые признаны аварийными. Их, правда, еще не все расселили, но их будут постепенно сносить, и мы будем утрачивать свое историческое наследие. Это очень печально, потому что на самом деле и с домом Станиславского 39, и с другими домами можно проводить реконструкции, можно пристраивать за старыми стенами новое здание или, как мы предложили, сделать мемориальный сквер, потому что Станиславского 39 место особенное. Там можно сделать общественное пространство с лавочками и качелями, а фасад дома укрепить металлическими конструкциями, что вполне допустимо сейчас, пока это здание не является объектом культурного наследия. Но этим должен кто-то заниматься, должен быть инвестор, должна быть либо администрация области, либо администрация города, либо люди сами должны как-то собрать деньги. Это очень сложный вопрос, что с этим местом сделать. И поэтому мы, урбанистика Ростов-на-Дону, предложили организовать архитектурный конкурс, чтобы выбрать из идей лучшие.